Всем известно о пользе козьего молока. И поэтому жители частного сектора спешат завести этих домашних животных. Но далеко не все ответственно относятся к их содержанию. Вместо того, чтобы пасти животных, многие люди предпочитают выпускать их на волю. А бродячие козы – это настоящее бедствие. Они, в свою очередь, сбираются везде, где могут достать, параллельно уничтожая насаждение. Такая же ситуация и с другими домашними животными. И сегодня козы, а точнее хозяева, оказались в центре внимания отдела по работе с территориями индивидуальной застройки. В ходе рейда было зафиксировано несколько административных правонарушений по соблюдению правил выгула и благоустройства, после чего были составлены протоколы. Выгул животных разрешается, если они привязаны. А жители, нарушающие правила выпаса, не раз были приглашены в отдел для беседы. Но результатов почти никаких. Домохозяйка дома номер 124 по адресу улица Набережная, злостная, будем говорить, нарушительница по выпасу коз, допускает бродяжничную коз. Много жалоб на нее. Мы ее приглашали к себе в отдел для проведения беседы. Отдавали предупреждение, отдавали ей правила выпаса коз, но тем не менее она не реагирует. И то, что мы сейчас пришли, она не пускает нас. Поэтому, видимо, единственный вариант борьбы с такими нарушителями – это создание пунктов временного содержания скота. Уже не на словах, а на деле рассматривается вопрос об организации пункта временного содержания животных. Бродячий скот будут вылавливать и закрывать. А владельцам придется заплатить как за содержание, так и за корм животных. И это относится не только к козам. По ходу проверки улиц частного сектора были также зафиксированы нарушения правил благоустройства на придомовых территориях. Сколько времени стоит вот эта машина? Она живисть. А та машина вот сделала, сколько времени стоит? Сделала тоже ваша, да? Согласно правилу благоустройства, жители частных домов, владельцы частных домов должны соблюдать придворовую территорию в порядке. Здесь пример того, как не должна содержаться придворовая территория. Это мусор, это строительные материалы, это машины, которые стоят длительное время, даже, возможно, не эксплуатируются. Такого быть, конечно, не должно. Нарушителям правил благоустройства также были составлены протоколы. Согласно правилам, владельцы частных домов обязаны содержать придомовую территорию в порядке и по мере возможности благоустраивать ее. Айгуль Гарифулина, Фанзир Фазладдинов, информационная программа «Ежедневник».